Английская пословица гласит «Чистота есть лучшая красота». И с этим невозможно не согласиться. Можно бесконечно много заниматься благоустройством, строить новые парки, скверы, фонтаны. Но если на улицах будет грязь и мусор, ни о какой красоте и речи идти не может. Глава района Роман Сенеговский постоянно проводит объезды по городу, чтобы посмотреть, в каком санитарном состоянии он находится. Тему продолжат мои коллеги. Еженедельный объезд города по контролю за санпорядком провёл глава района Роман Сенеговский. Маршрутом объезда в этот раз стали улицы микрорайона Кубриз и самые отдалённые улицы северного округа Славенска-на-Кубани. От пристального взгляда главы района не ускользнула ни одна проблема. Сегодня мы проехали, посмотрели работу нашего предприятия общественно-социального центра, работу техники, работу бригад, которые у нас занимаются озеленением, благоустройством. Объезды и обходы улиц проводятся каждый вторник. Роман Сенеговский уверен, что обеспечение чистоты и порядка – работа постоянная, требующая контроля и особого внимания. Участвовать в ней должны и службы ЖКХ, и собственники торговых объектов, и жители. А кто не соблюдает правила санпорядка и благоустройства, должен быть наказан в соответствии с действующим законодательством. Продолжая тему, наша съёмочная группа отправилась по улицам города, чтобы своими глазами посмотреть на их санитарное состояние. И вот, что мы увидели. На углу улиц Стаханова-Ковтюха, под крышей магазина «Версаль», флаги Российской Федерации и Кубани превратились в лохмотья. Скорее всего, причиной тому послужил ветер. Но привести их в надлежащий вид должен собственник магазина. И никто другой. Если на подсыпку дороги, ремонт тротуаров нужны значительные финансовые вложения, то для наведения санитарного порядка много средств не надо. Всё, что необходимо для того, чтобы городские улицы были чистыми, всего лишь не мусорить. Бытовые отходы надо выбрасывать в контейнеры, а не где попало. Ну и, конечно же, убирать придомовую и прилегающую к предприятиям территорию. Возле помещения аптеки, которая сейчас не работает, по улице Красной, 39, урны переполнены. Мусор складируется прямо на тротуаре. Этого не видят ни хозяева аптеки, ни городские службы, занимающиеся уборкой мусора. И, увы, это не единственные примеры. Хочется обратиться к руководителям предприятий, аптек, магазинов, жителям. Чистота вокруг – дело наших рук. Не будем забывать об этом.